Кто-то тут свои бумажки забыл? В общем, у меня такой довольно-таки социальный проект. Я вот быстро изложу, а вы быстро мне ответьте, какую помощь можно вообще и кого привлечь, как инвестиции и все остальное. Проект следующего характера. Вот я давно уже общаюсь с людьми, которые детским творчеством занимаются, занимаются авиамоделизмом, занимаются популяризацией спорта среди детей. И у нас как-то в последнее время в Новосибирске спортом, всякими единоборствами много кто занимается, и довольно это развито. К тому же там Карелин и прочие. А вот творчеством, которое направлено на что-нибудь руками там поделать, у нас это все гаснет. И как бы недавно я пообщался с идейными людьми Новосибирска. У нас в Академгородке есть кордодром. Ну, кордодром это где кордовые самолеты запускают. Он у нас как бы один живой остался на весь Новосибирск. Живой, но как бы непригодный к чемпионатам уровня России. Есть кордодромы в Омске, есть в Красноярске. Там нашли субсидии на то, чтобы их обновить и сделать. Вот как бы у меня идея такая, как привлечь инвесторов, чтобы популяризацию спорта сделать. Потому что негде это запускать, самолеты, детям это становится неинтересно, потому что как бы нет притока свежей крови из других городов. У нас дети все больше и больше в компьютеры, а они как бы руками делают. Я вот как бы, меня это очень сильно беспокоит. И многих людей, даже родители, беспокоят тем от того, что дети разучились руками что-то делать. Детям в компьютере там, в игрушке и прочее там, на улице побалбесничать. А вот все сложнее и сложнее детей заставить, чтобы они упорно делали что-то руками. Соответственно, вот как бы проект этот уже как бы есть, на него нужно финансирование и популяризацию, как его запустить. Вот, собственно, у меня вопрос такой. Так, вопрос? Да. Нужно где-то от миллионов пять на то, чтобы его сделать, и как бы откуда взять деньги, и как это популяризировать, чтобы инвесторы заинтересованы были в том, чтобы творчество детское развить. Соответственно, и другие города будут к нам ездить и как бы выступать в соревнованиях. У нас Новосибирск, это центр России. Соответственно, будут из ближайших городов, даже из Иркутска, из дальних городов к нам приезжать. Итак, вопрос? Вопрос, где взять денег? Сколько? Пять миллионов. На восстановление горододрома. Восстановление горододрома. Идеи. Вопрос понятен? Во-первых, сделать смету. Смета есть. Все. Записывай. Сделай. И пошли сметы взять, то есть, и подумать над различными пунктами сметы. То есть, вот просто на что это? И брать, просить денег на отдельные части сметы. И у людей, которые так или иначе, может быть, денег вам не дадут, но этот пункт сметы они вам просто могут сделать. Ну, как благополучно, вот просто сделать. Хорошо, спасибо. Еще идеи? Идея. Не среди детей, как не на детское творчество. Ориентироваться, может быть, прежде всего на пап, которые заинтересуются, приведут детей. И папы могут быть, либо папы могут финансово вкладываться, либо... Благотворительный фонд, что ли, такой создать? Технологии развития. Родители, да, родительские, вот эти, да. Это не... Хорошо, еще? Давай. Ну, две идеи. Первое, это надо все равно, если там он существует, там какая-то всякая, все равно есть, надо, короче, ее развивать, просто потихонечку привлекать к профессионалу людей. Какие-то, может быть, попытаться мини-такие делать в первичной организации, где-то в городе. Чтобы не действовать туда, потом, допустим, на какой-то период, там, какие-то нужды соревнования создать, все равно проведены. По себе, по себе, она начнутся, идейная, ну, то есть, что надо скинуть совсем, короче, и вот это все, это вот место, где будет соревнование в Новосибирске, и вот, положить. И вторая идея, как мы ее уже осуществили сегодня, вот, люди, которые батареи делают. Надо с миру по низке все сайты использовать по интернету, потому что люди потихонечку, потихонечку готовы жарить. Да, проект надо красиво представить, ну, где видеопрезентацию сделать офигенную. Допустим, сделать этот Go-Chrome на этот самолет, пустить его, пускай снимет красивый этот, допустим, там, да. Не знаю, какую-нибудь харька туда посадить, допущие, там, гняшности, допустим, чтобы видео. Хорошо. Ну, и с миру по низке сайта запустить это видео. Хорошо, спасибо, еще идеи. Выйти в НАТ-систему и заниматься не развитием кардодрома, да, а заниматься именно детского, такого, ручного делания, и тогда, собственно говоря, будет больше шансов. А кардодром это лишь способ, чего поделать руками, но не ограничивать себя именно кардодромом. Пускай они там делают все, что угодно, да, но если те, кто мечтает о самолетах, пускай делают самолет. Экспресс-поддержка завершена. Что было ценно для тебя? Ну, вот мне понравилась идея, это с миру по нитке, как это, на самолет посадить там какого-нибудь харька или мышь, и это выложить в интернет, чтобы люди там это заинтересовывались и там писать, что вот у нас там фонд собирается, давайте, ребята, на популяризацию в Новосибирске детского творчества скидывайтесь. Мне вот эта вот идея понравилась. Единственное, еще момент такой я не услышал, как, допустим, добиться до администрации, потому что в Омске... А вот это следующая серия нашего сериала. Давайте поблагодарим капиталу Паркетовичу. Ну что ж, у нас подходит завершение. Наша 41-я встреча клуба Терем. И у нас остался последний, пятый пункт нашей сегодняшней повестки. И звучит он очень просто. Сейчас я запускаю ручку, инструмент уже понятен и ясен. Запускаю ее по кругу. Вопрос один. Что было для вас? Лично. Сегодня ценного за эти четыре так быстро пролетевших часа. 30 секунд. Что было ценного? Для меня ценным наиболее было тема социального развития нейросети. То, что Андрей делал, идею такую продвинул. Потом мне очень понравилась идея со сном, потому что если эту идею развивать, то к большому количеству она пользу принесет. Потом что еще? 30 секунд. Ну собственно все, больше что пришло в голову первое. Я первый раз. Мне вообще очень нравятся различные мозговые штурмы. Здесь именно тоже это и происходит. И неординарные люди идеи где-то что-то посмотрел. Буквально там маленький пазл из большой картины. Из этого пазла пытаются свою картину создать. Вот это очень интересно было узнать, чем занимаются другие энтузиасты с активной жизненной позицией. И про сон прям зацепило, потому что там очень актуально у нас на проблемах. Все, спасибо. Сегодня, относясь к группе старичков, я все-таки отмечу, что вообще, когда группа из 30 человек, и когда группа там в среднем 5-6-7 до 10 человек, совершенно разные теремы. Это разные теремы по энергетике, вообще по напору идей. Ну то есть, вот мне так понравилось больше. То есть, мне так понравилось больше, чем мне очень вообще понравилось. А вы к нам держите каждый раз. Я готов вас принимать. Спасибо. Больше всего. Ну, понравились все проекты очень. Вот из всех проектов мне само словосочетание понравилось вот это, социальной инженерии. То есть, вот, я захотела поразвивать даже. Вот специалист номер один по новосибирскому. По социальной инженерии. Ну, просто он это, конечно. Да, спасибо. У меня, в принципе, было все интересно. Будет здесь вот для основной веи проекта, как могу. Потому что, наверное, первый раз слышу, вижу. В принципе, сама идея этого всего мне очень заинтересовала. Вот это сам формат развития, где очень интересно. Спасибо. Мне, собственно говоря, тоже интересно было бы наблюдать, как люди мыслят, как инстандартные какие-то предлагают идеи. В общем, наверное, есть чем получиться. Ну, и сама атмосфера приятная. А также, наверное, какие-то моменты были интересны и полезны. И есть фильмы, о которых был представлен также. Как новая информация, в том числе. Ну, как бы так. Спасибо. Что было ценно? Мне очень понравились глаза. И вот вначале, когда я увидел аудиторию, я, честно говоря, тут испугался. Я тоже. И очень понравилось. И вообще трогнул. Очень понравилось. И я испугался напрасно. Спасибо. Ну, так вот. Попылов на данном мероприятии. Я вот посмотрел на вас всех. Мне было очень интересно увидеть абсолютно разных людей. Было очень интересно послушать у ваших абсолютно разных проектов. И чего мне нравится, что ли, мне нравится делать больше всего, так это женить друг на друге абсолютно разные проекты. И смотря на вас, я вижу, какие проекты можно друг на друге женить. Спасибо. Спасибо. Ну, в общем, то цель, с которой я сюда пришла сегодня, достигнута. Я посмотрела на новых людей, посмотрела на новые нестандартные мышления. И подчеркнула очень много для себя полезного. Одно из таких полезных вещей, которые я пришел, это формат введения серьезных мероприятий. Вот это тоже очень дружелюбный, очень дружелюбный, а не формат встановке. Спасибо. Ну, для меня, как бы, всегда важен практический, вот, применимый формат. Поэтому, как бы, одно из самых...